Итак, если мы поговорим про актуальность данной темы, то мы знаем, что во второй линии гормонопозитивного рака молочной железы эффективность терапии довольно-таки низкая. Медиан выживаемости, по данным исследований, составляет от 2 до 4 месяцев при применении моногормонотерапии. Тем самым необходим поиск более новых эффективных препаратов и комбинаций. Мы знаем, что путь фосфоэзенизотол-3-киназа активируется гормонами и факторами роста и запускается клеточный рост и пролиферация. Выявляемость пиктрисеи мутации в раке молочной железы составляет, по данным исследований, от 20 до 50%. И наиболее часто выявляется при гормонопозитивном раке молочной железы. Какова прогностическая роль пиктрисеи мутации? По данным метаанализа 11 исследований, при гормонопозитивном раке молочной железы наличие пиктрисеи мутации ассоциировано с более низкой медианой выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. При HER2-позитивном раке молочной железы, также при поданализе исследования клеопатра, пациенты с пиктрисеей мутации имеют более низкую выживаемость без прогрессирования. Какова же частота выявляемости мутации пиктрисеи? В целом она, по данным данного исследования ретроспективного когортного, варьируется в зависимости от населения, но в среднем составляет 40%. При анализе в нашем институте около 700 пациентов частота выявляемости мутации пиктрисеи, по нашим данным, составила 32%, что в целом согласуется с общемировыми данными. Определение пиктрисеи мутации рекомендуется как в наших рекомендациях, так и в зарубежных и необходимо для назначения терапии алкоголесива в комбинации с фуллистрантом во второй линии терапии. В целом мы планируем определение мутации, когда пациенту назначаем первую линию терапии и также назначаем в планном порядке определение данной мутации, на основе которого мы уже будем принимать решение во второй линии терапии. В целом возможности тестирования пиктрисеи мутации довольно-таки большие, это и канцердженом, на сайте русско есть раздел, это и активный пациент, когда сам пациент может оформить данный генетический тест. То есть возможностей очень много и это легко для тестирования. И напомним, собственно на основе каких исследований зарегистрировано ЛПЛСИ для лечения гормонопозитивного рака мощной железы. Первое это исследование SOLAR-1, которое показало увеличение выживаемости без прогрессирования при добавлении ЛПЛСИБа к фуллистранту. Медиана выживаемости без прогрессирования состояла 11 месяцев и 5,7 месяцев в группе контроля при терапии фуллистранта. Что важно, что в данном исследовании только 6% пациентов получали CDK4,6 ингибиторы в предыдущем лечении. Тем самым было организовано исследование БАИЛИФ, которое оценивало терапию ЛПЛСИБа к фуллистранту пациентов, которые получали CDK4,6 ингибиторы, которые являются стандартом первой линии терапии на сегодняшний момент. И медиана выживаемости без прогрессирования составила 7,3 месяца. Собственно на основе этих данных и у нас зарегистрированы данные комбинации во второй линии. Еще одним интересным препаратом, который показал свою эффективность, является КПВСРТИБ. Это препарат, который является ЭКИТИ-ингибитором. И он направлен также на этот путь в фосфеназитол трикеназы, на данный каскад. Это исследование было доложено на Сан-Антонио в прошлом году, КПИТЕЛО-291, которое сравнило применение КПВСРТИБа с фуллистрантом по сравнению с только фуллистрантом у пациентов с гормонопозитивным ракомолочной железы. Мы видим, что в данном исследовании пациенты получали гормонотерапию, предшествующую терапию, в комбинации CDK4-6 с ингибиторами, что важно. И также в 43% случаев у пациентов появлялась эпиктрисия мутации, либо мутация в гении КИТИ или ПТ. По данным исследований КПИТЕЛО получилось добиться улучшения выживаемости без прогрессирования как у пациентов с наличием мутации в данном каскаде, так и без мутации. И медиана выживаемости без прогрессирования составила 7,3 месяца в группе КПВСРТИБа и 3,1 месяца в группе фуллистранта. Если мы говорим про профиль токсичности данного препарата нового, то мы видим, что наиболее частым побочным явлением была диарея, тошнота, также сыпь. Частота гиперликемии была не столь высокая. Тем самым мы получаем, что во второй линии терапии гормонтно-позитивного рака молочной железы после применения СИДГЕ-4,6 ингибиторов наилучшей комбинации все-таки остается фуллистрант ЛПЛСИ по данным исследования Байлиф. Медиана выживаемости где-то состоялось 7,3 месяца, а по обновленным данным 8 месяцев. Немножко ближе к этим данным исследования КПИТЕЛО, о котором я рассказала чуть выше. И в целом также активно изучается применение оральных селективных деградаторов эстрогеновых рецепторов, например, один из них это ЛЦИСТРАНД. Однако, конечно, медиана выживаемости без прогрессирования не столь высокая на фоне данных препаратов. Также активно изучается применение СИДГЕ-4,6 ингибиторов после прогрессирования на СИДГЕ-4,6 ингибиторах, однако медиана выживаемости без прогрессирования составляет от 5 до 4 месяцев. Какие новые препараты в целом изучаются при бектрисии и мутации? Часть из них уже не изучаются в связи с тем, что результаты исследований были неудовлетворительны. Часть до сих пор изучаются. Это иновлисиб, гидротолисиб и копанолисиб. И ополисиб, который в целом зарегистрирован. Нужно сказать, что большое количество исследований сейчас проводится с бектрисией ингибиторами. Они изучаются как в раннем раке молочной железы, в неодеванте, в одевантной терапии, так и в метастатическом раке молочной железы. Поэтому мы в целом ожидаем эти результаты. Поговорим про опыт нашего института. При анализе в нашей базе данных 186 пациентов. У 61% пациентов была выявлена бектрисия и мутация. И, собственно, были выявлены различные вариации мутации в данном гене. При анализе пациентов, которые получали терапию L-пелесима, на 30 пациентов, мы видим, что большая часть пациентов, 67%, получала в предшествующей терапии CDK4,6 ингибитора. Наиболее частым сайтом метастазирования были кости, что и ожидаемо. И терапия L-пелесима применялась во второй линии и в третьей линии, и в последующих линиях терапии. Показатели выживаемости без прогрессирования медиана составила 6 месяцев. В целом результаты близки к медианной выживаемости по данному исследованию Байлиев. Еще нужно учитывать, что у нас были пациенты, которые получали в половине случаев, в третьей линии и в последующих, что в целом может говорить о снижении вживаемости без прогрессирования. Длительность ответа. Вы видите, что у нас были пациенты, которые длительно отвечали на терапию. Длительность ответа достигала 14 месяцев. Во второй линии, в третьей линии был пациент даже с 12-месячным ответом. Если мы говорим про профиль токсичности, в целом хорошо известный уже врачам, онкологам профиль токсичности от применения алпелисиба, это и гипергликемия, и сыпь, которые в целом хорошо сейчас изучены и поддаются профилактике и лечению. Существует консенсус, который опубликован по профилактике развития гипергликемии, оценивается в целом риски развития гипергликемии в зависимости от индекса массы тела, в зависимости от гликированного гемоглобина, и назначается профилактический метформин. В целом назначение метформина позволяет снизить частоту ГРАИ-4 гипергликемии у данной категории пациентов. Также в нашем институте есть консультация эндокринолога для специалистов и пациентов при назначении данного препарата. Калькулятор риска гипергликемии, который опубликовал на сайте АОР, довольно-таки лег в обращении в целом. При назначении данного препарата оцениваем риски и назначаем или не назначаем профилактический метформин. Также существует консенсус по профилактике и коррекции сыпи, то есть частое осложнение на фоне алперисиба. Назначение профилактических антигистаминных препаратов позволяет снизить частоту сыпи у данной категории пациентов, что также указано в данном консенсусе. Это калькулятор площади сыпи, который опубликован также на сайте АОР, который позволяет отсоединить площадь поверхности пораженной сыпи у пациента. Это информационный сайт для пациентов, которые получают терапию алпилесибом по диете, по физической активности для снижения риска развития данных осложнений. В заключении хотелось бы сказать, что определение статуса пиктрисии необходимо всем пациентам с гормонопозитивным хердонегативным раком младшей железы для планирования терапии во второй линии. По данным клинических последований, СОЛОР-1 и БАЛИФ терапия алпилесибом с фолуэстрантом показала высокую эффективность для данной категории пациентов. И пациенты, которые получают данную терапию, необходима коррекция и профилактика нежелательных явлений на фоне данной терапии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...